Исторический бумеранг бьет по Польше. Статья на РЕН-ТВ за 28 сентября 2020 года. Юрий Городненко. Президент Польской Республики Анджей Дуда, выступая на торжественном мероприятии в память о польских пограничниках, погибших при столкновении с Красной Армией 17 сентября 1939 года, обвинил российские СМИ в оправдании советской агрессии против польской независимости. Чем больше слушаешь исторические сентенции западных политиков, тем сильнее впечатление, что они либо ничего не знают о прошлом, либо сознательно лгут. Причем активнее других вопят те страны, в истории которых было больше всего преступлений. К их числу относится и Польша, которая упорно пытается представить себя едва ли не главной жертвой Второй мировой войны. На Западе уже давно опубликованы и исследованы ключевые документы по истории 1930-40-х годов. Каждый желающий может ознакомиться с информацией о преступной политике западных стран предвоенного и военного периода. Но политики Запада не перестают перекладывать вину за свои злодеяния на СССР. В вышеупомянутых словах Анжиа Дуде речь идет о событиях 81-летней давности, когда Красная Армия осуществила освободительный поход на Западную Украину, Западную Белоруссию и Виленский, Вильнюсский край с целью освобождения этих регионов от польской оккупации. Российские СМИ, по словам Дуде, пытаются прикрыть советскую агрессию и геноцид поляков защитой жителей Белоруссии и Украины. При этом, в чем конкретно выразился геноцид поляков, он не объяснил. Обвинение в агрессии против Польши не является новым. Другое дело, что в этот раз агрессия указана в качестве отправной точки геноцида, а это преступление является одним из самых серьезных в международном праве, и наказание за него не имеет срока в давности. Причем лица, оправдывающие геноцид, считаются такими же преступниками, как и сами убийцы. Тот факт, что такое обвинение выдвигает высшее должностное лицо польского государства, равноселен предъявлению официального обвинения. Это обвинение направлено в адрес российских СМИ, которые содействуют формированию объективной картины прошлого. Учитывая это обстоятельство, попробуем разобраться с обвинениями польского президента, тем более, что сегодня массово публикуются источники, хранившиеся в советских архивах. Итак, ключевым обвинением в адрес СССР в риторике Дуды было обвинение в агрессии против Польши, которому и прилеплен геноцид поляков. Начнем с терминологии. Агрессия – это вооруженное нападение на какую-то страну с целью аннексия ее территории. Подпадает ли освободительный поход Красной Армии в сентябре 1939 года под это определение? Как видим, основным квалифицирующим признаком преступления агрессия является намерение аннексировать чужую территорию. Чтобы доказать наличие такого намерения у советской стороны, то есть намерение оторгнуть польские территории, политики, историки и юристы Польши, ссылаются на так называемый секретный протокол к советско-германскому договору о ненападении 23 августа 1939 года. Он будто бы свидетельствовал о сговоре СССР с нацистской Германией с целью раздела Польской Республики. Причем этот секретный протокол бы прямым нарушением договора о ненападении между СССР и Польской Республикой 1932 года. Статья 3, которого гласила, Каждая из договаривающихся сторон обязуется не принимать участие ни в каких соглашениях с агрессивной точки зрения явно враждебных другой стороне. В этом же договоре было предусмотрено только одно основание для его денонсации. Статья 2. Если одна из договаривающихся сторон предпримет агрессию против третьего государства, то другая сторона будет вправе без предупреждения денонсировать настоящий договор. Под понятием «третьего государства» подразумевались страны, союзные в Варшаве или Москве. Секретный дополнительный протокол 1939 года всплыл только в 1990-х годах и никогда не проходил экспертизу на подлинность. Поэтому его следует отнести к сомнительным источникам. Что же касается обвинений в нарушении договора о ненападении 1932 года, то здесь необходимо привести следующие факты. Польша дважды нарушала вышеприведенную статью 2 соглашения с СССР. В марте 1938 года она фактически объявила войну Литве, требуя признать аннексию столицы Литовской Республики. Вильнюс тогда был оккупирован поляками, которые хотели юридически закрепить за собой этот город. Между Литвой и Советским Союзом на тот момент действовал договор о взаимопомощи. Поэтому Москва пригрозила прийти на помощь своему союзнику и только это удержало польскую армию от продвижения вглубь литовской территории. В октябре 1938 года польская армия вторглась на территорию Чехословакии и оккупировала Тешинскую область. Между СССР и Чехословакией тогда тоже действовал договор о взаимопомощи. Но в этот раз Советский Союз из-за противодействия западных стран не смог прийти на помощь своему союзнику. В обоих случаях поляки нарушили Советско-Польский договор 1932 года о дружбе и ненападении. И каждый раз к этому их поощряли Великобритания и Франция. Наконец, 22 марта 1939 года было опубликовано заявление польского МИДа, в котором говорилось о намерении создать нейтральный блок из Польши, Литвы, Латвии, Эстонии и Румынии, чтобы противостоять фашизму и коммунизму. Утверждалось, что этот блок будет сформирован на основе двусторонних договоров о ненападении и экономическом сотрудничестве. В рамках этого проекта польский министр иностранных дел Юзеф Бек провел переговоры с представителями Прибалтики и Румынии, на которых, и об этом свидетельствует донесение советской разведки, речь шла о создании не столько оборонительного, сколько наступательного союза. Таким образом, был не только нарушен договор 1932 года, но и началась подготовка к агрессии против СССР, о чем в Москве прекрасно знали. В этой ситуации советско-польское соглашение о ненападении автоматически становилось недействительным, что и было зафиксировано в следующей фразе из ноты советского правительства, направленной послу Польши в Москве 17 сентября 1939 года. Прекратили свое действие договора, заключенные между СССР и Польшей. Советский Союз не мог не реагировать на угрозу, исходящую от западных соседей, и вынужден был предпринимать превентивные действия с целью его полного устранения. Добавим, что и в этом случае не обошлось без науськивания со стороны англосаксов, которые жаждали нападения Польши на СССР. Наконец, что касается оккупации польских территорий, то Красная Армия остановилась ровно на той линии, которая была определена в качестве польско-советской границы декларацией Верховного Совета Антанты о восточной границе Польши от 8 декабря 1919 года. В соответствии с ней польско-советская граница устанавливалась по линии Керзона, названной честь министра иностранных дел Великобритании Джорджа Керзона, Гродно-Брест, Рава, Русская, Перемышль. Страны, входившие в состав Антанта, учредили Лигу наций, поэтому линия Керзона являлась международно признанной и в случае отмены соглашений, подписанных между Польской Республикой и СССР, автоматически вступала в силу. Чем сильнее Польша извращает свою историю, а также историю других стран, тем сильнее исторические факты бьют по ней самой бумерангом и будут бить. Юрий Городненко Исторический бумеранг бьет по Польше.